МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компионат и первенство Москвы в этом году на погоду не везет. Только первый этап был безоблачным. Вторая гонка прошла в постоянно меняющихся условиях, да и сейчас мальчишкам, собравшимся на предстартовый инструктаж, нежиться на солнышке осталось не более получаса. Над картодромом «Лидер», где проводится завершающий третий этап московских соревнований, уже сгущаются тучи. Настоящие гонщики – ребята несахарные, дождь им совершенно нипочем. Как ехать в таких условиях, прекрасно знают даже самые маленькие. Ну, под сухой, просто попыстрее, она мокрая, медленно, потому что трасса скользкая, и машина может развернуться. Матвей не слишком удачно провел предыдущие два этапа, и шансов на победу в серии у него уже почти не осталось. Мне еще просто нужно, как и Вартанян, постоянно закрываться, чтобы меня никто не обгонял. Александр Вартанян – безусловный лидер этого сезона. Правда, в московских соревнованиях дела у него идут не так гладко, как в российских. Первый этап серии Московской автофедерации он уступил своему тезке – Саше Курочкину. Но вторую гонку Вартанян выиграл, и сюда, на трассу лидер, приехал фаворитом. Первый свой заезд Вартанян начинает с третьей позиции и, избежав массового завала, бросается в погоню за лидером – Курочкиным, номер 19. Достав соперника на четвертом круге, он тут же выходит вперед и заканчивает гонку в одиночестве. На мокром асфальте Курочкин теряет свой карт в последнем повороте и на финише уступает победителю около 7 секунд. Второй заезд выигрывает Матвей Маслов. На старте решающего финала он делит первый ряд с Александром Вартаняном. Исход их дуэли определился в первых же поворотах. Я со старта уехал в начале вторым, но потом начал Вартаняна на траву немного сужать, и он меня пропустил. И потом начал отрываться. Пока Матвей отрывается, Вартанян, номер 41, вынужден отбиваться от атак Вани Чубарова, номер 10, и Саши Курочкина, номер 19. На третьем круге он не выдерживает напряжения, ошибается и гонку заканчивает лишь четвертым, что делает Курочкина победителем московской серии. Победа на этапе достается Маслову. Я выиграл, наконец. Впервые занял первое место. В отличие от Саши Вартаняна, переходящего в более взрослый класс мини, Матвей Маслов остается в микро. И в следующем сезоне вновь выйдет на старт серии, чтобы побороться за звание лучшего гонщика Москвы. В классе мини после двух гонок лидирует Никита Годованюк. На последнем этапе он может позволить себе немного расслабиться, а вот его напарник по команде Никита Ситников напротив полон амбициозных планов. Хочу стать чемпионом России. И я это сделаю. Ситников отлично смотрелся на первом этапе, где вполне мог побороться с Годованюком за победу. Но из-за ошибки и проблем с техникой занял лишь пятое место. На втором этапе Никита заработал бронзу и теперь на третьем вновь показывает хороший результат. В квалификации он уступает обладателю Полу Годованюку всего в 18 тысячных секунды. Мы же в одной команде все время вместе едем. В квалификации я его вывожу на первое место. Иногда он меня на второе. Первый финал стартует по сухой трассе, а финиширует под аккомпанемент дождя. Словно выполняя командные установки, Годованюк уступает Ситникову первую позицию, а сам проводит заезд, прикрывая напарника от атак соперников. Ситникову такое распределение ролей явно по душе. Он не спешит уходить в отрыв и Годованюку приходится попотеть, чтобы исполнить свою миссию. Его по очереди атакуют Виталий Потапов номер 6, Данила Шамалов номер 78, Егор Ступеньков 77 и Стас Рысков номер 22. После очередной серии перестановок Годованюк не успевает вернуться на вторую позицию и финиширует третьим. Старт финального заезда выигрывает Виталий Потапов номер 6. И два Никиты сообща решают, как исправить такое положение дел. На решение проблемы уходит два круга, затем еще столько же на то, чтобы обеспечить отрыв, после чего им уже ничто не мешает заняться друг другом. Просто когда мы едем, мы все время оба хотим занять первое место. Ну и боремся все время. Сильнее в этой дуэли выглядит Годованюк, но Ситников уступать не хочет и на последнем круге в результате довольно рискованной атаки вырывает таки победу у напарника. Хотел очень сильно обогнать Годованюка, но не получилось. Он не перекрестил траекторию. Я решил в другом повороте обогнать, но не получилось. И такое ощущение, как будто мне наказание не дали. Что не дали судьи, дал тренер. Разбор полетов происходит прямо в закрытом парке. Это что, хорошо, убрались бы оба. Дальше то, чтобы было. А дальше, так или иначе, был подиум, на котором оба Никиты стояли рядом. Причем Ситников на верхней ступеньке. Для меня это первая гонка, когда я занял первое место в мини. По сумме результатов трех этапов победителем первенства Москвы в классе мини становится Никита Годованюк. И этот успех он встречает сдержанно. Быть может, начинает уставать от побед? Ну, что рассказывать. В чемпионате я получился первый. На первый финал ракетчиков пришелся один из самых мощных в этот день ударов стихии. Словно предчувствуя неладное, директор гонки заблаговременно объявляет ее дождевой. Справедливость такого решения подтверждается уже в те минуты, когда механики начинают менять сухую резину на дождевую в предстартовой зоне. На картодром обрушивается поистине тропический ливий. Впрочем, к старту гонки погода сменила гнев на милость. Дождь, основательно промыв трассу, унялся. Заплыв, в смысле заезд, повел лидер первенства Олег Ширманов номер 97. Но на первом месте он держится лишь пару сотен метров. Ошибочка, обочина и место в группе преследования, от которой все дальше и дальше уходит Максим Рыжков. В этой гонке соперники его так и не догнали. Ну, она достаточно была легкой, потому что первый заезд я вообще просто, можно сказать, выиграл в одни ворота. А за воротами у Рыжкова кипит борьба. За вторую позицию сражаются Эдвард Фроленков номер 41, Илья Ухин номер 23, Артем Маркелов номер 9, Виталий Кожевников номер 24 и Олег Ширманов номер 97. Затем из плотной группы выбираются Ухин и Кожевников, оставляя Фроленкова разбираться в борьбе за четвертое место с лидерами первенства Ширмановым и Маркеловым. В таком порядке они и пересекают линию финиша. Ко второму заезду трасса немного подсыхает, но и эту гонку приходится вести на дождевой резине. Старт выигрывает Фроленков, но Рыжков держится у него за спиной, а на второй круг уходит уже лидером. Но на сей раз убежать Максиму не удается. Олег Ширманов выбирается на вторую позицию и вскоре садится ему на колесо. Их поединок продолжается почти до самого финиша. Второй заезд уже тоже был легкий, но на последнем кругу мой однокомандник Ширманов Олег меня объехал. И я просто понял, что я уже по-любому стану первым, и я не стала его обгонять. В итоге в классе «Ракет», как и в «Мини», командная тактика принесла двойную победу. Максиму Рыжкову на этапе, Олегу Ширманову в первенстве в Москве. В серии Московской автофедерации в классе «Ротекс Макс Юниор» в этом сезоне выступал звездный гость. Гонщик из Южно-Сахалинска Ян Ванзанок. Вообще-то нам куда привычнее видеть его на трассах первенства России в КФ-3. Кстати, под тем же 12-м номером. Что же привело Яна в полулюбительский класс? Я принимаю участие в «Сахалинске» в Москве, потому что я еще недостаточно опытный. Ну что ж, а скромность, как известно, украшает. Справедливости ради отметим, что на Подольской трассе Ванзанок выступает впервые. Мне она очень понравилась. Из-за таких извилистых поворотов также есть отличные поребрики, по которым можно проехать. Ну, такая интересная трасса. В дождь любая трасса становится интереснее втройне. Тем более, когда это не просто дождь, а ливень. Ян в таких условиях показал лучшее время и проявил себя настоящим профессионалом своего дела. Ну, почти настоящим. Там образовалась большая лужа. И в результате чего я развернулся. После этого разворота Ян откатился на четвертое место, а гонку повел недавний гонщик-любитель Влад Куракин, номер 7. Профессионалу Яну потребовалось приложить все свое умение, чтобы достать москвича. После этого он несколько кругов не мог его обойти. А когда до финиша оставались считанные повороты, в горячке боя Ян переоценил ситуацию и вынес Куракина с трассы. За два поворота до финиша он мне ударил в бочину и меня развернуло. Мне пришлось вылазить из карты и вытаскивать карт свой. Пока Влад вытаскивал карт, Ян первым ехал к финишу, чтобы получить отмашку сразу двумя черно-белыми флагами. Клечным финишным и так называемым пингвином. Предупреждение за некорректное ведение борьбы. За вынос соперника он получил 20 секунд штрафа и с первого места откатился на третье. А победителем был объявлен Антон Юдин. В этой гонке для меня стояла задача приехать в десятки. Вот, а получилось даже в тройке. Второй заезд начинался по суху и Антон поначалу лидировал. Затем начал накрапывать дождик, появились красно-оранжевые флаги, предупреждающие о том, что трасса стала скользкой. И вновь в полном блеске проявил себя Ян Ванзанок. Не самая легкая гонка в дождь. Я не особо силен, но сегодня мне повезло. А сперники достойные. Благодаря своим навыкам вождение по дождю я выиграл. Опять скромничает. Наверное, завидует. Ведь если бы проехал все этапы, наверняка победил бы в общем зачете. А так победителем серии стал Антон Юдин, с чем мы его и поздравляем. В классе Ротекс Макс массовости к третьему этапу явно поубавилось. На старт вышли всего шестеро. Причем не было среди них ни Алексея Стовбы, ни Ильи Колодкина, ни Алексея Карачева, блиставших на первых двух этапах. Это здорово упростило задачу для Николая Борисова. Его единственным реальным соперником в Подольске был однофамилец Борисов Максим. Основные мои конкуренты уехали на Йоро-челлендж, их здесь не было. В отсутствие конкурентов Николаю достаточно было довести оба заезда до финиша. Но первый из них он не закончил, уступив победу Максиму, который не особо на это рассчитывал. Первый заезд я ошиблась, просто загружил задние звездочки, и он меня обогнал. Но у него что-то там сломалось, в итоге я получил с первой. А сломался у Николая мотор. Причем произошло это сразу после того, как он вышел в лидеры, оставив за спиной Максима. У меня были проблемы с мотором, еще со старта. И когда оставалось пять кругов, у меня кончился мотор. Вторым в этом заезде финишировал Дмитрий Андреев, третьим – Эмиль Сильдос. Во втором заезде Николаю на реанимированном моторе пришлось изрядно повозиться, чтобы пройти Андреева. Потом он нагнал и прошел Максима, и одержал победу в гонке, ну и в чемпионате Москвы. Его однофамилец на самом финише проиграл еще одну схватку – Дмитрию Андрееву. Но зато выиграл у него этап с преимуществом в одну очко. Во втором заезде мы просто ошиблись с настройками. Еще и двигатель подустал уже. Как бы проехал уже он около десяти гонок, двигатель. И ничего не меняли, ни сальники, ничего. И в принципе уже подошло время, когда надо поменять. Прощальный душ из победного шампанского. Чемпионат и первенство Москвы на этом завершены. До встречи в новом сезоне. Надеемся, при более благоприятной погоде. Тучи-то в Москве разгонять вроде научились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Турниры изи-карт, который прошел в совсем иных погодных условиях. Но это после небольшого перерыва. Оставайтесь на Семь ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok